Добрый вечер, большая страна! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами отправляемся в Химки. Лучшая лига мира, Мелбет, Первая лига, юбилейный 10-й тур. И на арене Химки столичная торпеда принимает футбольный клуб Енисей из города Красноярск. Одна, наверное, из самых интересных встреч. Ну что там, обратный отсчет у нас пошел. Поехали, дамы и господа. Торпеда Енисей, Мелбет, Первая лига, 10-й тур. Но опять все, дело доходит до навеса. Опять все как-то вот... Кризис идей как будто бы на поле. Но вот такой удар и ничего себе! Это громыка! Это снова громыка! Снова громыка! Громыхнул как-то, громыхнул из-за предела штрафной площади. Ставер здесь, конечно, шикарный, абсолютно такой кошачий прыжок. Не замерз, не замерз Евгений Ставер, несмотря на то, что не так много работы у него было до этого. Ну вот хватило ему собранности, хватило. Тепло на улице, что ж мерзнет-то? Йоргий Рейн включает электричку. Это начинается экспресс-рейн оборота Енисея. Вот такую передачу на язык Чеха он придумывает. Атака хорошая Игорь Лебеденко! И в 40 с лишним лет можно вот так вот выпрыгивать. Типа пытался сейчас, конечно, попасть. Но Ставер здесь ситуацию контролирует. 1-1 и Максим Савельев один из тех эпизодов, когда, ну, прям выиграл. Действительно выиграл он эпизод у одного из защитников торпеды. Борьбы с его участием очень много. Валтика забивал метров с 30 сумасшедшим ударом. Выздали, но там просто, я помню, в момент я там чуть без голоса не остался. Хорошая подача, головой ударов, Громыко и мяч рядом. Это голевой эпизод, безусловно. Громыко снова в центре. Внимание, да что ты будешь делать? 22-й номер, но сегодня просто хедлайнер этого матча. И это абсолютно голевой эпизод был, наверное, самый вот такой явный в исполнении Громыко, да и вообще в исполнении торпеды в этом матче. Атмосфера такая, достаточно хорошая, футбольная. Нет, нет, достаточно костевой сектор, который сейчас за руками Бабурина находится опасно. Могло быть еще один удар, но уже здесь и Бабурина в сейве еще делает такой не самый сложный, не самый сильный удар. Достаточно дежурный сейв от основного галки мира московского торпеда. Снова момент очень хороший. Хороший, но эти ворота пока, да, притягивают у нас хорошие моменты. Был сумасшедший сейв с тавером в первом тайме. И вот здесь накалу Шамкер, это, конечно, очень плохой удар. Издали, какой один удар! Ничего себе, какой удар отложился сейчас. Да, защитник. Журавлев, Журавлев это плен. Это не ноги, это какие-то просто, ну, я не знаю, автоматы какие-то. Посмотрите, бах, и как выстрелил, и пленкирочку туда, в уголок. Абсолютно вкуснейший гол. Это, ну, не гол, это, я не знаю, вкуснейший тирамису в мире футбола. Абсолютно сумасшедший удар. Неважно, в общем, это, я думаю, что все они поняли, как они дошевались относительно этого парня. Просто нельзя его второй региону удержать. И тут же ответ, и тут же мог забить Енисей сейчас. Очень классный удар и траектория какая. И все здесь было просто, ну, прям, абсолютно каком-то сумасшедшем уровне. Идет атака. Рейна набирает скорость, со второй третий переключается Горганзе. Вот ему в темпе Рейна сейчас бежать. Но Горганзе по-требой убирает себе. Аберт Сталин. Как-то Петер почувствовал запах крови. На такой огуре прошел футбол. И здорово сейчас было получить. Сэрон Риманелов в штанг. Он в плеч не хотел попасть. Рисковал, конечно, этот славный юнец. И пытался найти, пытался найти здесь лазеечку. Но попасть не получилось. Так, а какое решение? В итоге угловой назначается здесь комбликата. Очень здорово. Ну, а у Енисея 11 баллов. И пока 13 место. Все, звучит, друзья, финальный свисток. 1-0. Московская торпеда на арене Химки. Одерживает победу над Красноярским Енисеем. Обыгрывает своих достаточно серьезных по уровню гостей. Всем хорошей рабочей недели. Будьте здоровы, дамы и господа. И обязательно услышимся на матчах Мэлбет Первой Лиги. Спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok